Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу с нами сегодня историк, политолог Михаил Синельников-Арешак. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, пишите свой вопрос также в WhatsApp 230-6191. Мы сегодня говорим о годовщине Майдана на территории Украины в нашем эфире. Как вы смотрите на это сейчас, спустя 6 лет после этого масштабного события, исторического для Украины? Ну, я думаю, что то, что декларировалось Майданом, а в большинстве своем, так и осталась фикция. Об этом неоднократно предупреждалось, в том числе и на Украине. Но другой момент, что накал эмоций был очень силен, он и сейчас силен, поэтому все логические обращения бессмысленны. Они просто должны это прожить, они просто должны в этом убедиться сами. То есть, вы считаете, что Майдан не дал тех результатов, на которые рассчитывали те, кто выходил на улицы? Собственно говоря, он и не мог их дать, потому что во имя каких-то таких идеалистических представлений люди выступили против географии, против культуры, против климата, против здравого смысла. И убедить в том, что идеализм их, собственно, так и останется идеализмом, может только время. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что Майдан, это событие, стало таким символом прощания Украины с советским прошлым? Потому что, ну, Советский Союз распался в 1991 году, но считается, что вот как раз окончательно Украина вышла из состава Советского Союза именно с этим Майданом. Вот насколько это справедливая ценность? Нет, нет, я так не считаю, вот, потому что многое из того, что было в СССР, и то, что дал СССР, Украина использует и отказываться от этого не собирается. Ну, например, хотя бы границы, да, раз уж вы такие принципиальные, неоднократно им предлагали, откажитесь от границ существования, да, вот нынешних. Вот, но, однако, у них очень замечательная позиция, то, что их устраивает, они принимают, вот, записывая, например, украинцами советских ученых, а все-таки это была советская общность, да, вот, а не украинская. То есть все, что им нравится, они берут себе, то, что им не нравится, они как бы вычеркивают. Вот это двойственная такая дуалистическая позиция, вот, поэтому так вот категорично заявить, что они, так сказать, вот, отказались совсем от советского прошлого, на веки вечные, я не могу. Но эксперты говорят о том, о таком феномене истории, что если революция не выполняет своих задач, то она повторяется. Насколько это можно проецировать на Украину, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, любая революция должна иметь идеи, да, вот, условно говоря, у большевиков она была. То есть после 17-го, 22-го, так сказать, года была построена дистанция огромного размера. Ну, как бы вот, несмотря на гражданскую войну и потери территорий, а ведь большевики тоже потеряли территорию, да, довольно-таки значительные, ну, по сравнению с Российской империей. Тем не менее, даже в разгар, так сказать, гражданской войны был принят план ГОРО, да, было принято принципы построения социалистического государства, они потом корректировались, они потом менялись, ну, как бы вот такое магистральное направление было понятно. И тем не менее, несмотря на то, что в 17-м произошел этот переворот, ну, вернее, как бы серия переворотов, да, и СССР был построен. Там, так сказать, все остальное, это уже, как говорится, другая история. Ну, вот, тогда эта ситуация была. Сейчас, так сказать, Украина, ну, что мы наблюдаем вместе с ЕС, и, так сказать, Украина, не Россия, ну, это не идея, это текущие тактические моменты. Ну, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что Россия и Украина расстались в таком ментальном смысле, даже в какой-то степени, навсегда, это такая точка невозврата пройдена? Ну, вот это меня поражает, человеческая наглость, да, вот, когда люди, не задумываясь, употребляют слово навсегда. Вообще, вот, представляете, что такое время, да? Вот, например, даже после, так сказать, Великой Отечественной войны никто не заявлял, что, так сказать, СССР остался с Германией навсегда. А, казалось бы, какой беспрецедентный уровень жертв, уровень ненависти, да, все это имело место быть. Тем не менее, допустим, сейчас Украина с Германией, это одни из, так сказать, ну, одни из лучших друзей. Друзей, ну, по крайней мере, так украинцы считают. Хотя, если посмотреть там по количеству жертв, по накалу, все, что было, казалось бы, тоже должно быть навсегда. В общем, это полная ерунда. Человек, так сказать, который говорит, что Украина с Россией расстались навсегда, ну, это примерно как с высоты человеческого роста мерить вселенную. На ваш взгляд, все-таки, сколько времени понадобится для того, чтобы отношения между Россией и Украиной наладились? Или, по крайней мере, вернулись на такой докризисный уровень? Ну, я считаю, что здесь, прежде всего, это будет зависеть от Украины. Вот эта вот попытка притянуть за уши, ну, то есть, что вот эти отношения должны быть, я думаю, что наоборот, чем раньше и синтетичнее будет налаживание этих самых отношений, тем хуже, да. В нашей истории было много всего. Впервые, так сказать, о том, что была сделана ошибка и, так сказать, с Российской империей надо расстаться, было заявлено сразу, через 4 года после Переславской Рады, да. То есть, там была попытка развернуть Украину в сторону Польско-Литовской Унии, да. И Украина собиралась войти в эту унию на правах равноправного, так сказать, партнера. Но было заявлено категорическое нет, чего, так сказать, Россия на правах равноправия предлагала изначально, да. Вот. И было очень много событий, о которых не принято говорить, да. То, что, в том числе и многие вещи, которые происходили после Второй мировой войны, ну, это как бы замалчивалось в угоду так называемым братским отношениям. Это была ошибка. Эти вещи должны быть проговорены, прожиты, вот. И только полный, так сказать, самоотказ от такой идеи, как Украина-антироссия, никто не покушается на их независимость, да. Но вот этот вот самоотказ, что Украина-это антироссия, он должен произойти прежде всего у украинцев. Вот. Пока этого нет, я считаю, что России бессмысленно делать какие-то шаги такие по, так сказать, примирению, по навязыванию примирения, да. Я считаю, что это гораздо хуже интересам Российской Федерации. Мы должны пожить какое-то время отдельно друг от друга. Ну, а что касается высказываний о том, что у Киева нет своей воли, и все, что происходит, исключительно по указке извне. Что вы думаете об этом, что вы можете сказать? Ну, ситуация государства, которая находится на перекрестке, она всегда такая, да. То есть, они выбирали, они, скажите, решили, что вот этот центр силы, который существовал у нас, да, он ослаб там по многим причинам. Они считают, что теперь им, так сказать, надо присоединиться к другому центру силы. То есть, вот такая вот во многом, скажем так, позиция девушки с пониженной социальной ответственностью. Далее эти деньги, я поеду в эту сторону. Далее эти деньги, я поеду в другую сторону. Вот. И, разумеется, раз уж ты просишь деньги, да, на, так сказать, свое развитие, и все твое развитие ты связываешь, так сказать, непосредственно с тем, что находится за пределами твоих границ, конечно, о какой самостоятельности можно говорить. Вот. Ну, собственно, это особо-то и не скрывалось. Вот. Поэтому, так сказать, можно ли сказать, что Украина незалежная? Нет, нельзя. Ну, если говорить с точки зрения России, потому что, если не ошибаюсь, Збигнев-Бзежинский как раз сторонник концепции, что отнимите Украину у России, и Россия не сможет больше пили. Я сейчас сразу скажу, что это полная ерунда. Этот человек занимался во многом самопиаром. Он приписывал себе, так сказать, многие вещи, которые на деле не соответствовали действительности. И здесь мне непонятно вот эта история, что в России то, что сказал Бжезинский, да, вдруг воспринимается как нечто сакральное, умное, авторитетное и правильное. Так вот это полная ерунда, я еще раз говорю. Я хорошо, прекрасно изучил, кто такой Бжезинский, да, это самый пиарщик. Поэтому то, что он сказал, для меня не является ни авторитетностью, ни в каком роде. У нас звонок только что был, напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Сорвался у нас звонок, ну дозвонитесь, и мы успеем его принять. Подписание формулы Штанмайера является положительным сигналом для России? Это является абсолютно никаким сигналом. Все это было давно прописано, так сказать, в Минских соглашениях, исполнять которые Украина не собирается. Не собирается, ну потому что это с их точки зрения капитулянские соглашения, они были подписаны, когда, так сказать, находилась Украина в котлах, да, ее военнослужащие. Были подписаны, разумеется, под давлением, и было понятно, что Украина все сделает для того, чтобы с них, собственно говоря, соскочить. Вот, поэтому я понимаю, для чего нужно Зеленскому, да, вот этот вот армандский формат. Я не понимаю, для чего это нужно России, да. Вот, наверняка во время встречи, так сказать, Украина уста Меделенского заявит о том, что она в нынешней ситуации не может выполнять соглашения вот в том виде, в котором они заключены. Вот, давайте, так сказать, мы поменяем там пункты местами, ну и так далее, и так далее, там много чего. Сам факт, что вот эти вот Минские соглашения, так, как они сейчас зафиксированы, я думаю, после вот этой нормандской встречи претерпит изменения. И это не выгодно для России, да. Я не понимаю вообще, для чего эта встреча нужна нам. У нас, да. Спасибо, что нашли время и вышли на прямую связь. Звонок у нас успеем, наверное, принять. Мы успеем принять сейчас еще один звонок до того, как прервемся. Да, здравствуйте. Добрый день, Александр. Да. Да, задавайте вопрос. Ну, по поводу Зижинского. Я думаю, что вы глубоко ошибаетесь. Аналитик, он классный, конечно, и это всеми признано. Это первый вопрос. Второй вопрос, значит. Всеми, всеми это кем? Вами? Надо подождать. Сколько ждать? На Украине, так сказать, уже пять лет русских убивают, они все ждут. Вы в пределах Садового кольца, наверное, можете еще сто лет ждать. А людей убивают, так сказать, в Прибалтике образование закрыли, а вы все ждете. Сколько вы будете ждать? Спасибо. Ну, значит, вот это заявление, что Бжезинский всеми призван, да, вот когда человек произносит это, пускай он задаст себе вопрос, всеми это кем? Им и его друзьями по поводу того, сколько, так сказать, нужно ждать, да? Вот, в таких условиях, это все процессы 91-го года, да, после распада СССР, когда нам говорили, ну вот мы распались, но зато, так сказать, избежали гражданской войны. Так вот, гражданской войны мы не избежали. Просто она была отложена по времени, да, и сейчас это происходит. Вот, и, так сказать, таким вот одномоментом, щелчком пальца, простым решением, введением танков и так далее, и так далее, мы этот вопрос не решим. Вот, сколько ждать, это здесь, в данном конкретном контексте, это не зависит от, так сказать, людей, да? Вот, здесь зависит именно от времени. Спасибо вам, что вы нашли время. Историк и политолог Михаил Синельников-Арешак был с нами на прямой связи. Мы продолжаем программу «Абонент доступен». Сегодня у нас такой совмещенный формат, у нас два эксперта вместо одного сегодня выходят в течение часа. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Да, в первой части у нас был политолог Михаил Синельников-Арешак. Сейчас к нам присоединился политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Добрый день. Мы говорим сегодня о годовщине Майдана на территории Украины. Вот спустя шесть лет, как вы считаете, был ли Майдан неизбежен? Нет, он, конечно, не был неизбежен. Нужно было решить ту же самую проблему через год на выборах, потому что популярность Януковича падала. И если бы украинская общественность достала терпежу, она могла бы досидеть до выборов. Но терпежу не достала. Но насколько реальна была озвучена причина, что причина начала Майдана – это срыв соглашения об ассоциации? Насколько реальна эта причина? Мне кажется, не срыв соглашения об ассоциации послужил причиной Майдана, а наоборот соглашение об ассоциации послужило причиной. Потому что было понятно, что Владимир Владимирович Путин хочет пристегнуть Украину к таможенному союзу. Он на это выделил 17 миллиардов долларов, и три из них уже перечислил господину Януковичу. Это как бы естественно научные факты. Значительная часть украинского населения, которое не хотело возвращаться в союз, там были люди, которые хотели, и люди, которые не хотели. Так вот, а сырье, особенно такой активной молодежи, было больше не желающим. В конце концов, они вышли на протест. Действующая власть с ними поступила чуть-чуть жестоко, чем вызвала сатаниня уже людей среднего возраста. И в результате, не без участия довольно активных людей, которые в Киеве не жили, прежде всего людей из Западной Украины, но которые туда активно подъезжали, этот протест разросся до того, что называется Майдан. Теоретически, мне кажется, что если бы Майдана не было, на выборах, скорее всего, Янукович проиграл бы, или выиграл бы с заведомо недостойным нарушением избирательного законодательства, но с помощью фальсификата и так далее, то все равно Украина бы грифовала в сторону европейских приоритетов. Просто потому, что Европа украинцам симпатичнее, чем Россия. Но в данном случае случилось так, что этот выбор был осуществлен в более жесткой, связанной с существенными потерями в форме. Так что Майдан – это вещь не неизбежная, а тренд в сторону Европы, мне кажется, вполне неизбежный, естественно, для Украины. Если говорить о потерях, вот что, на ваш взгляд, можно назвать самым губительным последствием Майдана? Можно говорить об утрате территориальной целостности, как о самых губительных последствиях для страны, или же нет? Нет, я имел в виду, прежде всего, человеческие потери. Прежде всего, человеческие потери. И небесная сотня, и погибшие в Одессе, и погибшие в ДНР, ЛНР после этого в результате гражданской войны при участии России. Там 10 тысяч, уже сейчас считают, что 12-15 тысяч. Вот это потери. А в целом, если бы они легально могли выйти, если бы хватило опять же у этих молодежи терпения, впрочем, я не уверен, что они могли бы выйти легально, потому что власть тоже использовала нелегальные методы для продления своего пребывания в начальниках. Я имею в виду электоральные фальсификации. Именно недоверие в электоральных процедурах в значительной степени подогрело Майдан. Потому что в противном случае, ну что, через несколько месяцев его можно катить на выборах легально. Но они не были уверены, вернее, они были уверены, что голоса посчитают неправильно. И поэтому развернулась вот эта штуковина. Что касается долгосрочных потерь, если я вас правильно понял, то, конечно, кризис, касающийся и ДНР, ЛНР, и аннексия Крыма, это все следствие обиды России, которая проиграла этот цикл цивилизационной схватки. Я же говорил, что 17 миллиардов было приготовлено, чтобы втянуть Украину назад в сферу влияния России. Это все лопнуло, но на выходе Россия была вынуждена, чтобы не увидеть так уж откровенно проигравшей, я имею в виду, путинскую Россию, конечно. Откусила Крым и вот подвесила ДНР, ЛНР. То есть получается, что Крым был нужен для того, чтобы сохранить лицо в этой истории? Конечно. Потеряли 40 миллионов, на самом деле не было, не было ближе к русским народа, чем украинцы. 42 миллиона человек. И что же надо было сделать, чтобы значительная часть, я не буду даже говорить, а скорее, пожалуй, большинство, большинство украинцев, забыть вот это, с времен Переославской Рады, параллельное, близкое, братское существование, отвернулись так жестко. Надо было совершить очень серьезные ошибки. И Владимир Владимирович Путин их явно совершил. А для того, чтобы это выглядело не так, это явное поражение, не так в глаза, надо было на прощание какой-то символический жест представить народу. Мы представили Крым, люди аплодировали, 85% были рады. Крым-то наш. И сейчас звонок у нас, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, извините, еще один раз, Александр. Вы совершенно точно сказали, что Владимир Владимирович совершил грубейшие ошибки. Но почему-то об этом на телевидении никогда не говорят и делают из него икону. Это страшные просто ошибки. Это первый вопрос. И второй вопрос. Я так понимаю, что это утверждение, скорее, извините, пожалуйста. Это вы сказали, что он совершил. Да. А вы обещали задать вопрос. Да, я задаю вам вопрос. Вот почему они, так сказать, дрейфуют в сторону Европы, а не в сторону России. Я бы, например, хотел, чтобы все русские дрейфовали в сторону России. Но ваше руководство, так сказать, делает все. Наоборот. Чтобы оттолкнуть, чтобы не дрейфовали. Это тоже вторая его грубейшая ошибка. Я бы мог еще много ошибок перечислить, так сказать. Но вы об этом молчите. Спасибо. Спасибо, Александр, за вопрос. Ну, во-первых, почему они дрейфуют в сторону Европы, совершенно понятно. Потому что в широком смысле слова европейская социокультурная среда выглядит привлекательнее, чем российская социокультурная среда. Точно так же, как вы, я хотел бы, чтобы русские люди, и не только русские люди, я хотел бы, чтобы точно так же себя чувствовали, например, чехи, поляки и так далее, больше ориентировались в сторону России. Но я прекрасно понимаю, что это невозможно. И совершенно напрасно вы наезжаете на меня за то, что я ничего не говорю. Как раз я один из немногих, кто и говорит, что мы русские становятся в глазах тех самых европейцев, и восточноевропейцев, и прибалтов. Я думаю, что значительная часть в Латвии примерно так думает. Мы выглядим токсичными. И это, с моей точки зрения, большая ошибка руководства Российской Федерации. Только не надо называть меня, что это ваше правительство. Так я не говорю вам, что в Латвии ваше правительство. Возможно, вы за него не голосовали. Я не заголосовал за Владимира Владимировича Путина. Я являюсь его последовательным оппонентом, скажем так. Но я понимаю, что большинство в моей стране думает иначе. И я уважаю мнение большинства в своей стране. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. А вот, скажите, пожалуйста, вы сказали, что Россия хотела, чтобы Украина в страну, и на это подготовила 17 миллиардов, из которых 3 миллиарда дала. А скажите тогда, почему тогда Украина не возвращает? Она же не попала в этот союз. Почему же тогда она не возвращает эти 3 миллиарда, а апеллирует тем, что их отдали лично, вроде бы, как Янукович? Или что-то я неправильно понимаю? Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Нет, вы правильно понимаете. Как раз украинский политикум заявляет, что эти 3 миллиарда были в качестве откупного и в качестве, так скажем, мотивации для господина Януковича переданы ему лично. Ну и судя по тому, что он тонну денег, долларов, или сколько-то там сотен килограмм, вывез из Украины на грузовике, на своем, вернее, на джипах, когда ее покидал, наверное, ему было, откуда эти деньги взять. Сильно подозреваю, что они российские. Значит, возвращать России эти деньги никто не собирается. Если мы говорим про 17 миллиардов, то они были приготовлены, но не инвестированы. Так что не вижу проблем. Да, российское руководство хотело, чтобы Украина была частью и евразийского пространства, и таможенного союза. Ну, примерно как Казахстан. А украинское руководство на это практически было готово, для Цикла Януковича. Не чтобы оно было более заинтересованным. Ему по правилам тех лет, а правила тех лет были довольно примитивные, если не подможешь, то и не поедешь. Ну, его стимулировали, как умели в то время делать. А он не удержал ситуацию. Что с точки зрения российского начальства, есть признак слабости, и не зря его там, даже Дмитрий Анатольевич Медведев, человек довольно сдержанный, называл его тряпкой в связи с этим. Я, честно говоря, не думаю, что он был тряпкой. Но, видимо, ситуацию было трудно удержать, потому что их силовики уже от него отвернулись. Украинские силовики. Еще есть у нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте, говорите. Вопрос такой будет. А вот гипотетически представить, если Россия не подвесила бы ЛНР и ДНР, не помогала бы никак, что бы сейчас там было бы? Спасибо. Я думаю, что там хранилась бы украинская власть. И я думаю, что там была бы ситуация примерно такая же, как в русскоязычном Харькове, в русскоязычной Одессе. Где русским людям, как это непреступно признавать, придется достаточно заметно лучше, спасибо, что спокойнее, чем в Горловске, или в Донецке, или в Луганске. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алексей. Скажите мнение вашего собеседника. Интересно, почему именно по отношению к республикам Прибалтики в России однозначное отрицание того, что, ну, скажем так, что это часть бывшей территории Союза, бывшей территории Российской империи. Это было как-то подспудно подразумевается, что, возможно, реинтеграция произойдет, но без Прибалтики. Почему такое мнение? Очень удобно России иметь натовские танки в 100 километрах от Петербурга, в итоге. Спасибо. Я думаю, что здесь дело не в том, кому что удобно, а здесь вполне рациональное взвешивание ситуации. Я не совсем понимаю, почему вы как-то так с агидой говорите, но ссориться с НАТО у России нет никаких резонов. Просто нет ни военного потенциала, ни экономического потенциала. И в Кремле это прекрасно понимают. И в этом смысле республики Балтии совершили очень удачный для себя ход, присоединившись к НАТО, потому что, конечно, я очень часто бываю в Латвии каждый год по 2-3 месяца, и лет 5 назад, как раз в 2015 году, каждый разговор начинался, введет Путин войска или не введет Путин танки, или не введет. Я вам говорю, что не переживайте, не введет, не хватает, ну, грубо говоря, извините, пожалуйста, пешка танка. И сдержки этого процесса слишком велики по сравнению с социальным выигрышем, потому что там будет сопротивление, а там люди, которые вспомнят традиции лесных братьев. это не будет победное шествие по Крыму, это гораздо более болезненный, ошибочный ход, который приведет конфликт с НАТО. И Путин на этот ход не пошел, не произвел. И мне кажется, эти ужасы прибалтийских стран насчет того, что вот он сейчас ведет танки, они были, ну, как, что называется, пуганая ворона, КУСПА боится. Нет у Владимира Владимировича Путина ресурсов для того, чтобы завоевывать Прибалтику. И нет такого в повестке дня, потому что, ну, НАТО это все-таки вещь серьезная, это не украинская армия, которая в 2014-2015 году была практически полностью размножена и в которой было очень великое влияние про московского военного руководства. И в Москве, конечно, это прекрасно знали. И, в общем, именно поэтому в Крыму не было военного. В значительной степени. А Путин хотел бы, ну, если говорить, вы сказали о том, что не хватает потенциала военного и экономического, а вообще страны Балтии его с такой, может быть, психологической точки зрения интересуют как объект вторжения? Я думаю, у Путина нет. Ну, вообще-то надо было бы спросить у него. Другое дело, что рядом с ним, опять же, из военных кругов есть люди, которые мечтают о восстановлении Советского Союза. Но мечтать-то ведь никому не вредно. Более того, это уж совсем-совсем не многочисленные, совсем-совсем отмороженные персонажи. А большинство людей, которые мыслят категориями Советского Союза, они хотели бы вернуть Советский Союз в уменьшенном размере. Балтия, отрезанная ломоть. Вот те люди, которые любят рассуждать в терминах геополитики, они вот все время там на карте режут территории, как ножом. Они, ну не глупые же люди-то, слава богу. Они говорят, нет, Балтия это нам не надо. Балтия отрезанная ломоть, пусть они уходят в свою Европу, черт с ними. Так примерно про них говорят. А вот Украина, это наша, Белоруссия, это наша, Казахстан, это наша, мы хотим это все присоединить. Меня всегда в этих разговорах тревожит вот что. Что значит наше? Вот если это некоторое конфедеративное или связанное взаимноэкономическими интересами пространство, это одна история. Но насколько я понимаю этих людей, они же имеют в виду наше, это значит наши подчиненные. Мы из Кремля командуем, они выполняют. Они военные, они мыслят мир в категориях военных. Значит, в Кремле сидит главнокомандующий, он кулаком стукнул по столу, там побежали исполнять. Вот мне кажется, это дело не в том, что там негуманно, некрасиво, это невыполнимо просто. А уж про Балтию и говорить нечего. Это даже, даже среди вот этих людей, которые мыслят категориями такой вот устарелой геополитики 19 века, когда они, как, кстати, общественное мнение, большинство наших слушателей, большинство зрителей, оно мыслит политику вот в терминах 19 века. Кто у кого что оттяпал. Так вот, даже у наших силовиков Балтия не есть объект таких вот ценных лечений и желаний откусить. Да, теоретически, конечно, хотели бы, но все хорошо понимают, что практически это невозможно. А Владимир Владимирович понимает лучше всех, потому что он из них соревнованный. Спасибо вам, что вы нашли время выйти к нам в прямой эфир. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи. Программа «Абонент доступен». Мы говорили сегодня с нашими экспертами о шестилетней годовщине Майдана. Ну и не только об этом. Запись потом можно будет посмотреть в Ютубе. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания.